Привет, мои подписчики! У меня есть хорошие новости. В общем, по названию видео вы догадались, что Рэп Нивс и Злой Школьник дали мне ответы. Начну с Рэп Нивс. Я связался с человеком, который занимается рекламой, прислал ему тот видеоролик, который вы видели, то есть его посмотрело 60 человек. И сейчас этот видеоролик у меня в закрытом доступе. Ну, чтобы он не был лишним на канале. А это видео я оставлю. Ну, чтобы просто было. Короче, связался я с этим человеком, он был в ВК, он в ВК находится. И мне пришлось восстановить страницу ВК, чтобы с ним связаться. Я ему прислал этот ролик с видеообращением. Ну, привет, Рэп Нивс! И он мне написал, что то, что было в 2015 году, сейчас, уже для 2018 года, этот формат не прокатит. Типа, ты где-то читаешь на фоне видео, ну, понятно, и типа тебя вставляют там в конце рубрики. Сейчас, типа, это уже не прокатит. Я сегодня смотрел этот выпуск, последний Рэп Нивс, и я не попал в выпуск. Это значит, что редакция не одобрила, ну, типа, такую фишку. Вот, поэтому у них, типа, формат, кто смотрит Рэп Нивс или смотрел, у них, типа, нужно куда-то записывать в какую-то студию. То есть, если у вас есть студия, то записывать надо на качественный микрофон, я так понял. И, если вы считаете, что у вас рифмы, панчи и флоу качественные, ну, в русском Рэпе, то вы можете присылать. И, возможно, вашу аудиозапись, ну, типа, пропиарят в следующем выпуске Рэп Нивс. Короче, со мной связались Рэп Нивс. Вот, продолжу дальше. Дальше я написал злому школьнику в Фейсбуке. Мне пришлось заново регистрироваться в Фейсбуке. Вот. И он мне написал. То есть, он меня помнит, злой школьник. С 2015 года он помнит все видосы, которые были. И фишка в том, что этот паблик стал новым, а те видео, которые там раньше были, и фото, они удалились. Вот. Вот такая вот плохая небольшая новость. То есть, там вы не найдете те видео, которые, ну, у него раньше были. И он мне просто написал, что хочет то видео, где я пел песню Валентини, и там потом меня бабушка ругала. А я ему говорю, что такого видео нет. Но это то, что касается про Рэп Нивс и злой школьник. То, что они мне дали ответ, и злой школьник меня помнит. Но злому школьнику я сказал, вот мой Инстаграм, если тебе интересно, ты можешь в свой паблик, типа, какие-то видосы закидывать. Ну, если тебе интересно. Вот. Продолжить дальше. Потом я связался с пабликом в Инстаграме. Называется он VideosArt. VideosArt. Есть такой. Вот. Он мне написал, что ему понравился мой аккаунт, потому что там есть пару трешовых роликов. Вот. И он написал, чтобы, ну, пропиарить мой ролик один, это стоит 400 рублей. То есть, грубо говоря, 400 рублей, если переводить евро, это 7-8 евро. Стоит пропиарить просто один ролик в паблике VideosArt. Вот. Вот, вот, вот. Он пишет, какое время и когда это будет, в общем. Вот. Но косяк в том, что... У меня есть косяк небольшой. В том, что я не умею покупать рекламу. Не то, что не умею, а просто... У меня есть банковская карта Blue Orange. То есть, там я как бы все сделал, нашел один сайт. Вот. Нашел сайт. И косяк в том, что там еще какой-то дополнительный надо код вводить. Ну, сейчас я вам покажу. Сейчас, подождите. Я считаю, что это лишняя информация, но я просто говорю, что я не умею заниматься самой рекламой. Я никогда этим не занимался. Вот. У меня есть карта Blue Orange. Раньше просто я пишу в Дерек, что я могу оплатить, ну, купить этот ролик. Ну, не ролик, я путаю здесь. Просто, чтобы вы пропиарили. Ну, я оплачу, короче, банковские карты. Я не знаю, как вам еще это объяснить. И просто я все сделал. И тут надо еще дополнительно вводить какой-то пин-код. Пин-код, короче. Вот такая вот шляпа. И я тут, ну, читаю, как бы, блин, где-то инструкция. И тут, короче, целая инструкция по Дики Паскарус 310 Blue Orange. И я нифига уже не шарю, просто. Для меня это сложно. Просто хочется встретить человека, который разбирается в этом. Ну, то есть, он, как бы, мой продюсер, но занимается рекламой вместо меня. И там сам покупает. Я просто снимаю ролики, а он мне просто платит этим наличным. Потому что, ну, у меня просто уже голова не варит. Я понимаю, что современная молодежь сейчас в этом шарит больше. Что она знает, там, купить лайки, например, это там. Ты делаешь так по электрону, там, ну, не знаю, через Киви. У меня немножко, ну, не варит немножко, не дотягиваю я. Я просто, ну, не могу немножко, отстаю немного от развития. Вот такой косяк. А так, хорошая новость вы услышите, что Рэп Ниф со мной связался. Свой школьник тоже меня помнит и связался. Вот. И на этом видео я хочу закончить, в общем.